Добрый вечер, дети мои! Сегодня мы на программе Let's Play. Вы можете подумать, что я одет как бабушка в деревне, которая собралась на дискотеку. Не, на самом деле она такая фиолетовая и модная. Если бы была какая-то дискотека среди пап римских, я, наверное, был бы самым модным. Я прям представляю, как они... Поприветствуем нашего нового папу Ю Мэдисона. Как всегда, на второй роли я Руслан Усачев. Мне достался более стильный, но все-таки не такой важный костюм. Тебе в нем можно мальчиков клеить и те. Андрей знает. Во-первых, да, у нас есть специалисты по этому вопросу, но, как ты видишь, аудитория у нас не совсем католическая. То есть имена продакшна ушли, детократия ушла к Ивану Урганту, поэтому вот все, что имеем сегодня здесь. Да, кстати, если кто-то хочет написать, что мы, не знаю, богохульствуем, то мы же в католические одежды наряжены, поэтому ничего подобного. К тому же и бога нет. Не надо нас сажать в тюрьму на год. Я, кстати, и хотел пошутить на эту тему, что... Ты можешь потом пошутить еще раз. Они тоже посмеются, мы же договорились с людьми. Я все равно пошучу, что я, в принципе, мог бы быть новым папой Римским, потому что я тоже ненавижу Россию, это обязательный пункт. Я тоже всегда мечтал быть в Гитлеру Югенте, как и предыдущий папа Римский. И, кроме всего прочего, я тоже знаю, что бога нет. И не выходишь на улицы без огромного количества макияжа. Но это меня сегодня накрасили, чтобы не было видно, что я праздновал. Нет, я не лучше, поэтому без разницы. Что я праздновал 8 марта. Перейдем к делу. Мы же подготовились в этот раз, у нас есть новости. Я хотел сначала поздравить всех женщин с прошедшим праздником. У нас же не было. У тебя день рождения был еще 8 марта. Это не столь важно, как женщины. Ребята, я ничего хорошего 8 марта не сделал, кроме того, что родился. Я 25 лет подряд 8 марта нажираюсь, ну, исключая в первые 8. В общем, ребята, тут нечему хлопать. На самом деле, лучше давайте похлопаем нашим замечательным, нашим прекрасным, самым красивым, самым нежным, самым чувственным гостям в студии. В прошлый раз у нас был в гостях петух. Человек в костюме петуха. А теперь непосредственно сам, Андрей Нефетов. Человек. Вечер скрометного юмора. Нет, наконец-то я могу послушать, как нужно правильно шутить. Вы не повесили ему микрофон, я надеюсь. Вы не заметили, но Андрей Нефетов уже 2 видео с начала эфира снял. Вы можете увидеть на канале «Микроприкол» завтра, послезавтра. Только что захожу в туалет, а там Нефет вот так вот стоит и снимает себя. Так, ребят, ребят, в туалете, в туалете. В Минаево, смотрите, не работает, а там действительно не работает, хоть я в него и помочился. Вот. Теперь и поэтому он и не работает. А, да, и, кстати, вы могли заметить, мне сейчас редактор сказал «Неповаряющийся боком». Почему? Я узнал, что у Папы Римского отличная, отличная провинция. Отличная вентиляция, да. Если вы видите, что Папа Римский выходит на площадь и вытягивает вот так, то это просто потому, что ему жарко. Хорошая шутка. Смотрите, Высачев к третьему выпуску наконец-то научился… Я думаю, что это костюм просто для меня действует. Шутите. Итак, Андрей, мы с тобой сегодня поговорим, наверное, минут через 15, зададим тебе вопросы. Ребята, кто в скайпе будет звонить, придумывайте вопросы, в том числе и для величайшего блогера современности, автора таких передач, как «Школа блогера», «Сталки» с МШ… Наконец-то эта программа. Убрала смысл. Летсплей, ведь Нефёдов там… Я не знаю, какие у тебя ещё шоу есть, покривляемся на веб камеру. Я думаю, мы будем продолжать до конца передачи, поэтому давай обратимся в сторону. Так, может, давай и будем? Перечислять проекты Нефёдова. Давайте, а то что, зря я ехал, что ли? Я думаю, что мы придумаем сегодня новый проект Нефёдова. Да, справа у нас Рома Жолудь. Ну ладно, просто… И его новый хит. Мне всё равно кажется, что он похож. Ну ладно, это на самом деле вообще не гость просто. Это Ванча. Ну кто знает Ванча? Тогда давай представим Курта Вилбера. Курт Вилбер. Видишь, какой-то хлопок, кто-то узнал Курта Вилбер. Никто не знает этих людей, их не стоит представлять, потому что сегодня ещё один звёздный гость, человек, у которого клипы собрали почти под миллион просмотров, без всякой раскрутки, ну кроме раскрутки МДК и других популярных групп. То есть это Рома Жолудь опять? Первый талантливый человек в нашей студии со времён Андрея Нефёдова, извини. Я забыл, что ты у нас… Это… Я забыл. Ник. Ник Черников. Ник Черников. Нику Черникову можно заказывать на свадьбы. Нику Черникову можно узнать по гитаре. Зачем ты пришёл с гитарой? Ну, я его узнаю по кепке. Ну, программа уже называется Let's Play. Гитар. Это шутка. Короче, вы, главное, не начинайте шутить вдвоём, а то я боюсь… Я боюсь… Я боюсь… Не переживу этого. И так как нам редакция прозрачно, точнее, очень даже не прозрачно намекнула о том, что наше шоу об играх, а не о Нике Черникове или Андрее Нефёдове и зачем вы их зовёте. Мы будем обсуждать… Да. Мы будем обсуждать новости игрового мира теперь первые пять минут этого шоу. Новости игрового мира. Нам дали распечаточку. Я надеюсь, ты выучил свой вопрос. Конечно. И она лежит где-то там, вместе с первым прочтением. Не знаю, для меня первая и самая главная новость за последнее время – то, что я купил за полторы штуки «Сим Сити» и не смог в него играть. Это вся новость. Больше я об играх ничего не знаю. Ну ладно. За это Илья Мэдисон назвал меня говноедом, потому что я в 23 года смею играть. Нельзя говорить слово «говноед» даже применительно к себе в этом эфире. Это матерно. Я, конечно, понимаю, что тебе хочется покаяться, сын мой, но пока не стоит этого делать. Хорошо. Кто-нибудь вообще в «Сим Сити» из тех, кто в зале играл в новой? Даже что-то общее. Это пустой взгляд и разочарование. Нет, серьезно. Я тоже слышал эту историю, что «Сим Сити», даже чтобы одному поиграть, надо коннектиться к серверам. Так ли? Да, потому что Electronic Arts решила, что это очень полезно. Если ты играешь в стратегию, то тебе нужно иметь постоянное подключение. Я помню, такой геморрой был, соответственно, два. Слушай, Electronic Arts, оно как-то иногда очень странно себя ведет. Я недавно хотел поиграть с другом в FIFA 13-ю. Мы оба купили лицензионные версии и не смогли тоже сконнектиться в товарищеском матче. Это довольно странно. Так что удивительно, что… Я не знаю, как правильно говорить. Я не играю в футбол. Кто бы сомневался, что ты не любишь футбол. Тут уж как гадит. Я сомневаюсь, что ты любишь футбол. Я обожаю футбол. Я обожаю футбол. Я обожаю тебя. Радо, что они старые версии FIFA отрубают. Ну, то есть, в нее нельзя потом играть спустя пару лет. Как? Ты что, с ума сошел? У тебя вообще досталась какая-то новость про то, что сейчас выходит на самом деле 2D-стратегия или что-то в этом роде. Мы на нее забили. Я прощел новость поинтереснее. Она связана с Dota. Потому что я сейчас только в Dota… Кто играл в Dota? Вот все руки по телевизору. Даже я играл в Dota. Женщина моя, не поднимай. Хотя в этом тоже была одна из шуток. Я просто проверял. Там Kinect стоит. Вы ничего не подумайте. Мне все время, что бы я не делал, все равно похоже на Dota. Да, это самое, да. Выживаешься как по-принску просто. Новость про Dota. В Китае. Китай же это мировая, так скажем, не знаю, мека Dota. В Китае… Это что, китайцы нам показывают? Ребята, если вы хотите знаковые китайцы, то они вот так. Я даже не знал, что у нас в студии есть спецэффекты. Вот китайцы, друзья, можете посмотреть. Разрез глаз. Да, так вот. Там теперь есть горничные. Не в том плане, что их раньше не было, но теперь горничные. Там теперь можно сыграть в ролевую игру с горничной. Нет, она по-другому. Вообще начинается эта новость. В провинции Гуанчжоу теперь можно нанять горничную, которая за дополнительную плату зайдет за тебя в Dota. И сыграть с собой. То есть, если ты не хочешь бадхертить от того, что у тебя в команде раки, ты можешь позвать свою горничную. Остается только дождаться, когда помимо горничной можно будет заплатить своей маме или еще кому-то. Я пока играю только с Хованским в Dota, он все время кричит атакуем и вбегает в пять врагов на первом левеле. Ничего не могу с этим поделать. С ним никак нельзя бороться. Свой процесс нападения на всех подряд он называют роамингом. Я бы пошутил что-нибудь на тему римминг, но я думаю, что порно теги не все знают. Тебя унесло в Китаю в дно. Следующее новость. Ты ее должен помнить. Конечно, я помню это в другой стране, не в Китае, а в Дании. Надеюсь, нам сейчас покажут, как выглядят датчане. Датчан в студию. Примерно вот так вот. Во время выпуска новостей в Дании это был репортаж про самая ведущая на страну и в качестве иллюстрации Дамаска показали на фоне ведущей скриншоты из игры Assassin's Creed. Стоит отметить, что они молодцы подготовились и это реально город Дамаск. Сирийцы уже вышли на улицу и убили 80 европейцев, которые нашли по этому поводу. Хорошо, что на этом скриншоте нет пророка Мохаммеда, которого вообще нету. Я же католический священник, я должен. Да, так вот. Я, кстати, не в первый раз встречаюсь с такой фигней. Я слышал, что недавно в каком-то учебнике, по-моему, по истории, в сам учебник попала картинка, где Ленин стоит на броневике, а сзади него робот из мех-варьера. То есть они скачали просто с интернета картинку и даже не удосужились посмотреть, что на ней изображено. Мне кажется, это убивает вообще всю идею учебника, потому что раньше надо было дорисовывать с твоего робота, а теперь она уже встроена. Поэтому ты заглядываешься на кого? На девочку в студии? Нет, я просто хотел... Прикинь, телеканал называется ТВ-2. Я всегда думал, ТВ-3 есть у нас же, где показывают всякую срань. Где ТВ-2? Ну, показывают там типа киборги-убийцы, девственницы, нацисты и всякая хрень. Это название фильма, а не перечисление моих увлечений. Одного, да. Одного фильма. Да, одного фильма. Вот существует, оказывается, ТВ-2, но он находится в Дании, где ТВ-1 мы, наверное, уже никогда не узнаем. Ну, мне кажется, это большая датская проблема. То есть, то они про пророку Мухаммеда рисуют, то здесь они решили обезопаситься, просто убили Дамаск, не стали его сами рисовать, там было бы слишком мало мечеть или что-нибудь. Кошмаром подошелся. Я сегодня выгля... Что ты, Мих? Просто крещу тебя на удачные шутки, чтобы... Ой, спасибо большое. Я думаю, твоя аура просто влияет. Ну ладно, нам пора присесть тем временем. Ой! Не знаю, может мы используем как-нибудь... Папа Римский. Папа Римский ты, кстати, уже давно не вставал, а у нас для вас большой сюрприз. Раз уж мы сегодня позвали сюда Ника Черникова, его друга Ванчи, который должен был играть на барабанах, но, к сожалению, потерял их по пути сюда. Сейчас Ник Черников исполнит на гитаре от Guitar Hero свою композицию новую. На самом деле, спасибо, что дали мне слово, это очень интересно. Я когда ехал сюда, я, ну, готовился и перед тем, как приехать и сесть на поезд, я пересмотрел, ну, все выпуски ваши, все оба. И... Даже мы себе такого не позволяем. И я понял, с какого известного телешоу взята концепция вашей программы. Поле чудеса. Поэтому... Нет, это не Поле чудеса, это нашумевшее телешоу, которое идет уже, насколько я помню... О, смотри, у тебя флаг сексуальных меньшинств на этой сцене. Нет, это было больше похоже на истерику бабушки. Ну, это... В принципе, одно и тоже, да. Да, хованство. Итак, твоя песня. Да, да, спасибо. В общем, я написал песню на мотив известного телешоу, которое идет уже восемь лет, или больше, я не знаю сколько. Мне кажется, я столько не живу. Специально для тебя. В интернете много всякого говна. Смотрят дети Юзю и Гагатуна. Я забыл слова. Мы боялись кризис жанра и идей. Но Илюша подготовил свой летсплей. Я забываю опять слова. Соберется у телевизора семья полюбоваться. Как играет здесь Илья, мы спасибо. Говорим за твой летсплей наконец-то. Есть программа для детей, много клевых людей в шоу Мэдисона. Но летсплей не летсплей, если нет кого. Ванамаз. Говорят морковка полезна для памяти. А нет, это для роста и для того, чтобы твоей женщине было хорошо, даже если ты много пьешь. Дай мне свой крест. Я тебе не отдам свой крест. Я бы ничего плохого с ним не сделал, а тебе сейчас предстоит играть в игру название, которую я тоже забыл. Ганстрингер. А потом к Андрею. Андрей, ты не просто так приехал, мы вспомним про тебя. Да я знал, что это не может хорошо закончиться. Итак, я должен в это играть. Да, а я немного покомментирую, но точнее расскажу. Собственно, я сначала представлю, что это за игра, потому что... Смотри, ты похож на логотип Pepsi, ты то красный, то синий. Расставь руки, мне кажется... Тихо. А, нет, вот. Я выбрал эту игру, потому что это первая игра на кинекте, которая управляет с помощью креста. И как... Ты не первая игра на кинекте. Как и настоящий. Да, ты меня загораживаешь. Кстати, первый раз, когда не я кого-то загородил своим телом. Я немного расскажу тем временем, раз уж у нас сегодня передача об играх. Предыдущие-то были непонятно о чем. У нас до этого приезжал наш друг с Nintendo Wii, и в этот раз мы решили показать основного, так сказать, конкурента Nintendo Wii. Это консоль, которая называется Spartan 30. Мы хотим показать, что игра в Motion Gaming, он плох не только на Nintendo, но вообще на всех приставках, поэтому... Да, но... Нет, я действительно согласен с Русланом, хотя он, наверное, сам не понял, что он сказал. Я согласен в том плане, что те, кто разрабатывает вот такие вот системы, которые могут управляться на расстоянии, они только на это и налегают. Потому что мы видим совершенно убогую графику. Герой главный похож на меня в моем одеянии. Он такой же пурпурный и бессовестный. Не знаю, меня прет от того, что я просто выделяю врагов крестом и взмахом креста я их убиваю. Собственно, этим занимается католическая церковь. Да, это единственное, наверное, со времен Средневековья, единственный случай, когда кто-то кого-то убивает крестом. Но, хотя нет, Иисуса же тоже можно сказать. Хотя нет, не буду продолжать эту тему. А... Грубо говоря, игра... Я даже не знаю, я немного попробовал поуправлять... Что ты врешь, блин, тебе лень было встать, чтобы не управлять. Чубак, не надо палить. Я хочу, чтобы люди думали, что я хоть немного работаю здесь. Занимаешься спортом? Спортом я вообще никогда не занимался, не собираюсь этого делать. Но я действительно попробовал немножко поиграть и могу сказать, что я даже не был уверен, что я управляю этой игрой. Потому что, ну, например, выстрелы, они как-то вот... Ты просто дергаешь, он автоматически попадает туда, куда надо. На мой взгляд, это даже меньше похоже на какой-то... Не знаю, как это назвать, на какой-то дистанс-управление, чем игра на Денде. Помнишь, в «Ковбоев» надо было из лучевого пистолет стрелять? И с них угарно сваливались шляпы. А тут даже шляпы не сваливаются. Это, по-моему, в дополнение. Не знаю. Кстати, да, интересную мысль мне подсказали редактора. С таким же успехом я могу делать вид, что я управляю Русланом Усачевым. Это же... Ну, это же полная ахинея. Поэтому я так и не понял. Возможно, это просто плохая игра на Кинекте, но нам ее дали сегодня попробовать. Поэтому вот то, что... Что еще есть на Кинекте? Танцы? На Кинекте, кроме танцев... То есть никто не вложил свои деньги в ничто? Нет, хорошо. А кто-нибудь, посмотрев вот на это... Он, Лада Приор, уезжает вдаль. Кто-нибудь, посмотрев на это... Захотел себе Кинекте приобрести? Учтите, что он идет... Нет, он идет без Руслана Усачева в комплекте. Все равно ты хочешь его приобрести. Ради чего? Ради каких игроков? Блин, убивать... Здесь можно убивать Кристовым. Игра неплохая. Ну, я, может, просто вырос немного. Я забываю, что моим фанатам по 15 лет. Максимум. В лучшем случае. А в худшем... Даже не знаю. Ты долго хочешь что-то проходить? Я не... Слушай, я когда играл на репетиции, мне было скучно. Но когда я взял в руки крест, мне завтра стало весело. А-а-а... Возможно, там рука Бога появляется постоянно. Да, я тоже... Я думал, что это... Я думал, что это из-за наркотиков. Я ее регулярно вижу просто в обычных жизнях. Она все время спускает. Связано как-нибудь с крестом, с вашими одеяниями. Возможно, эту игру разработал кто-то из Монти Пайтонов. Хотя, наверное, это слишком тонкая шутка. Хотя тогда скорее нога вот давила все это дерьмо. Смотри, кому-то все-таки смешно. Смешное слово Монти Пайтон. Вот в Tomb Raider, который мы будем после этого играть, там есть офигительная анимация смерти. А тут, насколько я видел, на разогреве усачив лепился в камень. И у него даже кишки не выпали. Я вообще не понимаю, кто главный герой этой игры. А, мне подсказывают, что это скелет, кстати, в ухо. Я даже разобраться не мог. Похож на Гамазу. Все похоже на Гамазу. Вся наша жизнь похожа на Гамазу. Она, к сожалению... Такая же неказистая из Гамаза сама на себя. Сказался прийти сегодня. А мы уговаривали его. Мне кажется, Хованскому эта игра бы очень понравилась. Мне кажется, когда что-то бежит и когда все яркое. Честно говоря... Его это радует. Во всяком случае, количество визгов было бы совершенно фантастическое. Я хотел кого-нибудь сейчас предложить поиграть, но мне придется дать крест, поэтому я просто закончу это. Все, делаю. Чувак, это как ралли. Мне слишком нравится в ней играть. Я должен остановиться. По прямой стреляешь. Нет, это какая-то фигня. И вот теперь мы действительно похожи на логотип Пепси. Нам надо только целоваться с лицевой стадии. Инь и янь. Или скорее это тест Роршаха для дебилов. Мы сейчас немного по скайпу будем с вами говорить, поэтому не забывайте звонить. И вот для этого мы и позвали Андрея, потому что я надеюсь, что вопросы будут для него в том числе. Если у кого-то есть вопросы к Ванче, то... Я вообще не знаю. Мы просим маму Ванче не звонить. Друзья, я вообще не знаю, какие могут быть вопросы к Ванче и зачем. Я с ним общался примерно полчаса до эфира, и то ни о чем его не спросил ни разу. Андрей, как тебе вообще долетелось? Я знаю, что твой рейс переносили несколько раз. Мы рейс отложили, но пока я шел от метро до сюда, я сразу три мифа опроверг. Во-первых, с вашей погодой. В Питере погода оказалась гораздо лучше. Во-вторых, нас чуть не зашибла сосулька упавшая с крыши. Ты все это снял, я надеюсь? Кстати, да, я это снял. Нет, ты действительно... Шутка провалилась, потому что я это действительно снял. Да, по-моему, она стала только что еще намного страшнее. Ты знаешь, что после этого мы едем на пати, и там тебе еще больше есть где развернуться будет? Я просто не знаю. Завтра те, кто подписан на микроприкол, будут обрадованы четырьмя видео. Минимум. Четырьмя? Ты слишком мало берешь. Четыре тысячи, это недавний юбилей на канале. Подожди, но он же снял падение сосульки на обычную камеру, на GoPro скорее всего. Это два разных видео. На телефон. На телефон. Знаете? А еще он запомнил это. И есть видео, где он рассказывает об этом. Я думаю, у тебя просто так его с собой взял? Да, кстати, меня вчера Нефедов предупреждал Андрея, точнее, извините Андрею. Я все время, вот когда люди называют себя по фамилиям в интернете, я все время сбиваюсь на это. Когда играем в доту, я Стрегуля все время Стрегулем называю. Я даже не знаю, как его зовут на самом деле. Я даже не знаю, кто такой Стрегуль. То есть вот этих раз, два, три, четыре, пять. Эти люди постоянно ходят с халатом. Боже мой. С Андреем снимают каждую шагу. Какой из этих операторов твой в итоге? Все, скорее всего. Я не знаю, куда его посадили. То есть он все-таки сидит тут и снимает. Где-то тут сидит, так что да. Завтра смотрите на канале Микреприкол экранку этого шага. Давай мы прервемся немного наше общение с Андреем, потому что у нас есть... Андрей, у нас скайп. Обязательно продолжим на скайп. Николай, мы тебя не видим и не слышим. Да. Всем привет. Привет, Николай. У меня, значит, вопрос к Мэду. Ты в квартире диктировал, что ли? Как думаешь? Он любит Америку просто. Мой бывший. Да, да, да. Ну, значит, вопрос по поводу консоли. Как ты думаешь, что стоит ожидать от нового поколения консоли? Опять видеть прогресс графических составляющихся? Или мы наконец-то увидим годный геймплей? И еще вопрос по поводу того, что изменится ли YouTube в лучшую сторону, или будет становиться все хуже со своими нововведениями? С днем рождения, Николай. Да, спасибо большое. Мне сказали, что тебе день рождения, наши редактора заботливые. Да, да. Я поздравляю тебя, желаю тебе выдумывать остроумные вопросы. Когда ты звонишь? Ну, YouTube точно встанет лучше, мы уже на этом работаем. Я хочу попросить вывести звонящих на все мониторы, чтобы я мог их видеть, не поворачиваясь с затылком, а то мой бок голый постоянно попадает вместе с сиськой в камеру. Я очень переживаю по этому поводу. По поводу Next-Gen консоли, мы в прошлом шоу уже отвечали на тему PlayStation. Нам показали только джойстик. Тебе понравился джойстик от PlayStation, Андрей? Да, конечно. Просто охренительно. А вы оба, Андрея? Просто Николай. Просто Николай Тократин, Андрей. Да, да, да. У меня тоже понравился. Ну и что? Ванамас, который должен был быть на этом шоу вместо Ника Черникова… Ник, извини, он должен был быть… Я думаю, что он гладит. Ну, видимо, очередной заход в доту важнее для Вано, чем ответ. Вот он бы тебе рассказал про приставочки, про Next-Gen, а второй вопрос можешь повторить? Я просто концентрировался на поздравления с ним. По поводу YouTube. Изменится ли он в лучшую сторону или будет становиться своими новыми идеями? Это скорее вопрос к Андрею, не Федову. Как ты считаешь? Да, я говорю, мы над этим уже работаем. Все будет лучше. Завтра YouTube стоит на 4 ролика лучше. Нет. На 5. Андрей, это действительно интересно. Вот ты как видеоблогер нового поколения… Твой канал попал в десятку самых развивающихся каналов. Да. Твой тоже, я, по-моему, единственный человек… Мой не попал, мой седьмое место занял, а Андрей третье место занял. Мой не занял никакой, я, по-моему, единственный человек со своим каналом, который не попал в эту десятку. Кто вообще смотрит Руслана Усачева? Я. Женщины, не поднимайте руки, не считай. Честно, честно. Да ты смотришь меня… Курт Вилберт, тебя делаешь? Ты комментируешь каждое второе видео. Ты тоже милый. Ты тоже милый. Ты тоже милый. Тоже аудитория. Нет, на самом деле, Андрей, это интересная тема. Вот ты, как… У меня свой взгляд на YouTube, и я, например, ненавижу то, что на нем сейчас происходит. А ты, наоборот, ко всему относишься миролюбиво. Как ты вообще видишь, например, YouTube через год? Ну, мне кажется, будет так же, в общем-то, как и на Западе. Будут какие-то шоу отдельные, и будут отдельные каналы вот именно с блогами. То есть, как изначально, что такое было блог? Это дневник, человек ходит, снимает, как он ест. Вот то, что ты говоришь. С камерой на лбу. Ну, то, что я не делаю. Не дай бог. То есть, ты придерживаешься олдскулу, да? Нет, это не олдскул, это… Ну, знаете, а может, это и олдскул. Не знаю. Вот конкретно ты чем будешь в ближайший год заниматься? То есть, изменится что-нибудь? Если будешь продолжать то же самое. На YouTube? На YouTube, знаете, если будет что-то другое смотреть, кроме того, как там обсирать школьников и играть в компьютерные игры, если что-то будет еще у вас требовано, то обязательно. То есть, ты, прежде всего, работаешь на аудиторию. Если аудитория требует супа вареного… Ну, я точно так же, как ты говорил в прошлом выпуске. Ну да, я по большому счету именно об этом тоже и говорил, но я вижу еще один вектор развития YouTube. Я слышал… Я вижу еще один вектор развития не в YouTube. Нет, я просто слышал от Снайл Кик. Но Снайл Кик – это человек, который выдает желаемое за действительное, и наоборот. Он видит вещей, которых нет. Я слышал о том, что подписка на YouTube станет платная. То есть, если вы захотите, например, посмотреть мои видео на моем канале, вам придется платить 5 долларов в месяц. Я читал эту новость… Никто не рад! Глупый! 5 баксов мне! Я не уверен, что у твоих зрителей есть эти деньги. Во-вторых, насколько я понимаю, это будет опция. То есть, если кто-нибудь выкладывает свои сериалы, то, естественно, они будут… Ну, прямо, какой-нибудь там, не знаю, HBO. Ну, естественно, что они могут… Чувак, я круче, чем HBO. Я даже, слушайте, я как… Это я не спорю, я видел все три выпуски. H2O, я не знаю. Чувак, я буду все равно… Если где-то можно заработать деньги, то Мэдисон их заработает. Если нет, то сворует. Я… Так, нам говорят… Извини, Николай, мы ответили на твой вопрос. Ты доволен? Да. Еще раз тебя с днем рождения, поздравляю. Не перебивай меня. Спасибо. Всем пока. С днем рождения, тебя поздравляю. Лай, замерите. Николай, ты хотя бы выглядишь как человек. Некоторые, кто звонит, не всегда. Пока. Следующий Никита. Черников, наверное. Нет. Прикинь, он сам по себе позвонит. Просто он в какой-то темноте, как вампир. Мне пришлось это посмотреть назад. Классная причастка, чувак. Как у Ельцов. Спасибо. Мастерестер, к вам усачь. Чего? Он… Он усачь, мастерестер. Я и не знал, что туалет можно использовать как микрофон. Чего? У тебя же такие же шутки. А у нас есть еще скайп? Простите, у меня такой звук. По моей интуиции… Видимо, ты куришь еще шести лет. Ну ладно, давай попробуй, попробуй вопрос. Мы все. А, так. Как? Как? Как ты, Мэдисон, относишься к серии Elder Scrolls? Нравится ли тебе? Знаешь, что тебе по душе Fallout New Vegas? Но… Нет, чувак, я понял, что мне нравится Fallout New Vegas, ты клевый. Да не шатайся. Все нормально. Все нормально, чувак. Все хорошо. Я, например, с таким звуком первые пятнадцать обзор. Я перевожу этот важный вопрос. Как ты относишься к серии Elder Scrolls? Ведь, насколько знает этот парень, ты очень любишь New Vegas. Мне очень нравится. Мне очень нравится New Vegas. А Elder Scrolls мне не нравится. Ну, я вообще не особо играл. Я только в Skyrim. Ну, а Бливион меня как-то тоже не зацепил. Понимаешь, это идеальная игра для летсплейщиков, где без фаст-тревела можно набить 150 частей, но я таким все-таки еще пока не занимаюсь. А вот, Андрею, пора обратить внимание на серию Elder Scrolls. Ничего, что мы тебя немного троллим? Нет, все нормально. Я за этим сюда и приехал. Слава Богу. Научиться троллить, послушать искрометные шутки. Надо же подтягивать свой уровень. Надеюсь, мы ответили на твой вопрос. То есть, если вы хотите задать Мэдисону, узнать его мнение о каких-нибудь конкретных играх, то, конечно, звоните по скайпу. Ну, во всяком случае, у нас шоу об играх, и это хоть немного как бы подходит к теме беседы. Нью-Вегас отличная игра, что еще могу сказать. Постоянно про нее спрашивают, я постоянно отвечаю. Редакторы этой передачи не знают, что эти вопросы уже всем давно надоели. Андрей, у тебя, насколько я знаю, целый канал игрового направления есть. Ну, типа того. Расскажи, какие игры больше всего возбуждают тебя, кроме Happy Wheels. Ты имеешь в виду компьютерные или нет? Я видел, наиболее с душой у тебя идут летсплеи по какому-то олдовому. На самом деле, я в игры не играю сейчас, современные. Просто некогда пока снимать. Пока больше снимаешь, некогда снимать. Когда ты делаешь летсплей на современные игры, играет кто-то другой, т.е. твой брат, допустим. Нет, я понимаю, на самом деле, то же самое, что читать «Войну и мир», допустим, с третьего тома. Надо сначала читать, и он также начинает сначала летсплей по старой игры. Потом наверстает, я думаю, я читал все, кроме третьего, потому что у меня не было третьей книжки. Как мне стыдно не читать «Войну и мир»? В воскресной школе, наверное, да? Гоголь был в гробу. Да, я на дому обучался. Нет, фишка как раз вот этих старых игр, она не в том, чтобы записать летсплей, а в том, чтобы пустить слезу ностальгии, собственно, чего и хотят подписчики. Ну, судя по твоему каналу, ты ревешь неделями просто. Я вообще не грустил. Не, на самом деле, я понял, что ты такой ностальгирующий чувак, хотя бы потому, что у тебя есть шоу, где ты ставишь старые операционные системы. Да. Windows 95. И это многим очень нравится. И мне. У нас очень нравится. Это как смотреть, вот у меня такая была навещая идея. Мне кажется, это как смотреть на установку Windows. Примерно то же самое. Самое лучшее, что в Windows. Чувак, твое шоу еще хуже, чем установка Windows. Тебе вот не стоит спорить. Ну, слава Богу. Ты рассказываешь про новости. Я просто хотел сказать о том, что установка Windows, это как самая первая порно, наверное, в твоей жизни. То есть, я, например, задался целью его найти. Мне в восьмом классе кто-то дал такой красный диск, вот на нем был. Я недавно нашел на сайте. И там была установка Windows? Нет, там не было. Там даже никто вообще не устанавливал Windows, потому что порно не снимал ты, слава Богу. Отстойная порно, чувак. Да нет, порно как порно. У кого-нибудь, кстати, из зала есть вопросы к Андрею? У меня только один вопрос к тебе в восьмом классе. Сколько тебе лет было? Я не уверен, что тогда были диски. Даже у тебя вопрос ко мне. Это просто обидно. Сколько мне лет было в восьмом классе, можно посчитать. Давай пока ты считаешь, а мы зададим, что редакция подсказывает. Вот поэтому и нельзя доверять шоу Руслану Русачеву. Пока я считал, сколько мне лет был в восьмом классе, он начал тупить. Отличное поведение редакции. Задавайте вопрос, кажется, Нику. Но когда я спрашиваю у них, что я должен делать, они молчат и говорят, нет скайпа. Хорошо, Нику можно задать. Тебе вопрос, как ты относишься к серии Elder Scrolls? Это очень многих волнует. Нет, чувак, на самом деле я вообще не играю в игры. То есть совсем. Не надо учать. А нет, тебе можно, извините. Ты можешь пойти и сбить его. Я ничего не сделаю, против ничего не имею. У меня нет 20 лишних килограммов свисающих собаков. С чего ты взял, что я играю в игры? Но... Да нет, на самом деле Ник Черников, он же сексуальный маньяк. Он известный гитарист. Поэтому его... На самом деле, вот когда я прихожу на свои стендапы, я вижу, сколько школьников пришло на них. Я всегда мечтаю быть Ником Черниковым, потому что на него ходят тёлки. У него даже круче, чем у тебя. Ты можешь... Да кто этот говноед? Ко мне ещё больше. Но на самом деле, к Нику Черникову действительно приходит много женщин. Он почему-то всё время выбирает самых толстых себе. Может быть... Потому что у них большой игровой опыт. Почему бы нет? Мечта поэта. Ну, Ник Черников не играет в игры. Зато он играет на гитаре. Возможно, один из твоих хитов, который пиарил. Один из моих хитов. Вот, да. Ты его-то не забудешь. Слушай, я стараюсь не забыть. Тебе надо как Вячеслава Бутусову с книгой стоять, чтобы у тебя был ассистент, который из ямы... Между прочим, в качестве ассистента я позвал именно Ванчо, но... Ванчо сам ничего не помнит. Сайт на его лицо. Лежал в фото. Вот там вот. Ну, а чё бы я его полил в камеру? У тебя голос такой. Хорошо, что его никто не слышит. Внимание, как называется эта песня? Эта песня называется «Песня задрота». Я решил, что раз здесь все такие большие фанаты игр, я... Что смотришь на меня в этот момент, я не порадую. Потому что ты задал мне этот вопрос. Я просто на слой задрот. Я поджался немного. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, я заплутый задрот. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, и никто мне не даёт. Играю в доту, играю в контру Мне тридцать лет, а я с мамой живу Ведь я задрот Да, 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 ведь я задрот Вчера на рейд меня позвали друзья Весь день был занят и ходил под себя Ведь я задрот Да, 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 ведь я задрот И пусть видно, что у меня нет друзей Но зато я прокачал перса Моя девчонка мне сказала, я гей И предпочла кавказского борца Я запнутый задрот И никто мне не дает Я верю в то, что настанет тот день Когда я сниму пикантный летсплей Он будет круче, чем футбол у юфа И я возьму себе ник Блэк Сильвер Уфа И пусть видно, что у меня нет друзей Но зато я прокачал перса Моя девчонка мне сказала, я гей И предпочла кавказского борца Я запнутый задрот И никто мне не дает Вот поэтому ему и дают телки Хотя, господи Если вы хотите послушать еще больше песен Про геев, телок, кавказов А вы можете складывать мелочь Вот В карманы, да Без дыра, главное Какой у тебя адрес твоего канала? Давай попиарить хоть что-то пришел Адрес моего канала HTTP Двоеточие Два слэша Нет, ты можешь сократить его Просто Just Adgest TV Я на самом деле не знаю, как мне вообще пришло в голову такое сумасшедшее название Ты что еще сказал-то вообще? Ладно, я просто не понял Короче, просто гугли, гибрите, не к чернику, и радуйтесь Скайп, 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 Дмитрий, скайп Лжедмитрий Дмитрий, скайп Давайте Лжепапа, лжедмитрий Здравствуй, Мэдисон, у меня к тебе один вопрос Почему ты именно Так чего? Он сейчас съест тебя, чувак Почему ты выбрал именно для себя лучшую игру, как Fallout? Я уж испугался, почему Ник Мэдисон там, или почему Негр Fallout не вегас, мне нравится, да Не, я в смысле про всю линейку Линейка мне тоже нравилась Линейку игры Классные губы Спасибо Как у Лев Тайлер Ну что ж, я думаю на этой крутой ноте Ну почему Fallout, Fallout крутая игра, тебе нравится Fallout 1 и 2? Ты же старик, ты должен разделить, да тебе это все нравится А еще такой вопрос, как ты относишься к Xbox 720? К Xbox 120? 720 720 Чуваки, каждый раз уже Да что вы за люди такие? Во-первых, он будет называться Xbox School Master, я уже сказал про это Нет такого Xbox 720 Это что, это же не перечисление качества на Ютьюбе 720, 1080 Оригинал Я уже как будто, я Петросян, каждый раз одну и ту же шутку прогоняю на этом шоу Они продолжают смеяться, поэтому можешь шутить Xbox 720, потому что новых зрителей набрали, но зрители в интернете сидят такие, да че ж такое, у меня дежавю Я как в фильме «Мемент» этого, где Гай Пир сыграл, господи, как же это, режиссер Сауд, который начало снял Нолан, да Нолан Вот, не зря позвали Ван что-то соображает В общем, я надеюсь, мы ответили на вопросы Дмитрия А, 700 Я ничего не ответил, но он все равно рад Ладно, короче, чувак, давай, иди там, проспись Следующий, у нас еще один скайп есть, Олег, да, он звонит скайп Олег, привет, Олег Это Кейт Клэп Нет, это, по-моему, белая стрековая Олег, привет, привет, со Слад Русальских, в общем Это ты играл в фильме «Хекес» персонажа отрицательного Ладно, не проиграл, скорее всего А? Нет, не я Чувак, оплачивать теперь блоры будешь мне ты Или кто там лечит уши, я вообще тебя ничего не слышу Щито поделать, дезун Тебе надо усы Гитлера Щито поделать, он сказал А, это кролик из Винни-Пуха. Ладно, короче, чувак, давай свой вопрос. Как ты относишься к Dead Space, в частности, к третьей части, а также к новому DLC, который вышел? Awakening, Пробуждение. Мне показалось, что само DLC было намного лучше, чем игра в целом. Клево. Ну, спасибо за рецензию. Ты похож на человека, который разбирается в DLC. И один вопрос Андрею, иначе мы тебя и забьем после эфира. Точнее, не вопрос, а пожелание к Андрею, оно будет таким. Чувак, давай, наверное, делать уже более кодные обзорчики на старые NES-вские игры, потому что ты играешь в какой-то кау. Я не играл, у меня никогда не было таких игрок. Пора взрослеть, в общем, даже он тебе говорит. Вот и что позвали? Что, простите, я редактора не раз слышал из-за... Я надеюсь, мы ответили на вопрос? Нет, я не ответил. Dead Space 3, но у меня есть летсплей. Мне вообще Dead Space 3 не понравилось, я поиграл в него минут 30, да и бросил. Но говорят, что он крут в кооперативе, но у меня нет друзей. Я заставил свою женщину со мной в доту играть, но в Dead Space... Снейл Кик ужасный человек, не хочу с ним, не знаю, что я играть. Ладно, все, Tomb Raider, короче. Кстати, да, мы решили немного изменить концепцию, потому что у нас руки растут не с того места. Мы специально перед шоу спросили у чуваков, которые пришли к нам сегодня в студию, кто умеет играть в Xbox. И сначала нам вот товарищ, который четкий такой вот сидит, он ответил, что он умеет. Представьте, как трудно отобрать было у него пульт. Смотрите, у него просто грудь, как у Аполлона. Но мы нашли человека с большей груди, чем у него. И теперь она будет играть. Вот девушка, пожалуйста. В итоге мы выберем. Мне сегодня победно дважды. Она будет играть в Xbox в Ару Крофт. И сидит рядом с Андреем. Погоди, Андрей, ты, наверное, никогда этого не делал. Спроси, пожалуйста, как ее зовут. Спроси, сколько лет, я думал, ты скажешь. Как так? Виктория. Виктория, значит, это в переводе с греческого проигрыш. А у них есть микрофон с той стороны. А, им не нужен микрофон. Ну ладно, я могу в два говорить. Интересно, какой эффект от этого будет? Виктория достанет играть в Tomb Raider. Виктория, свежевышшая, мы не успели в ее поиграть 8 марта. Я успел. Ну, я играл 8 марта и любого марта. Возьмите геймпад, пожалуйста. Ну, это так просто взять геймпад. Я думаю, что кто-нибудь может передать Викторию геймпад. Да, конечно. Заставили женщину ходить. Ну, что ж такое? Женщины должны страдать, ходить и делать все остальное. Запускай там Tomb Raider. Я пока расскажу немного об этой игре. Раз уж я такой игровой рецензент. На мат, насколько я знаю, ее 72% поставил. Но она мне больше немного понравилась. Я, наверное, где-нибудь 75% влепил. Я собирался вторую часть летсплея. Уже хочется заснуть, а вот это летсплей, смотри, правда. На мат, дальше 72. Ну, я же должен какую-то серьезность внести. Чувак, ты сам мне говорил, давай делать шоу об играх. Я могу раздеться и маркать. Ты мне позвонил и сказал, давай делать шоу об играх. Я могу вообще все в клоунаду превратить, не знаю, там, в сводную греху строить. Мы для этого в прошлый раз Каланского звали, он подвел. Давай так. Ладно, я доверяю тебе. На мат поставил 72, ты бы сколько поставил? Я бы поставил 75, может быть, 78. Довольно милая игрушка. Я сделал уже вторую часть летсплея. Скоро на великолепном, замечательном канале. Смотри, женщина сразу раком начала делать. Вот это здорово. Давай, ну а бомжа-то убить? Ты че нам наврала, что ты умеешь играть? Убей бомжа. Не, ну я так тоже могу. Я то же самое делал, согласись. Ты не понимаешь, она отыгрывает роль у Аркроф, которая... Забыл, как стрелять, а что в этой игре еще можно делать? А что ты не забыл? Покажи нам то, что ты не забыл. Прыгать, возможно. Андрей помогает, смотри, джентльмена. Все одной кнопкой. Вот, рядом сидит парень, который подпевал Черникову. Он теперь знает, как играть. Ты мастер, по-моему, на все. Возможно. Я думаю, что... Нет, он не просто так сюда пришел. Он меня мачо и облить, видимо, хочет. Он очень активен во всем эфире. То есть до эфира он что-то вызывался для каких-то фишек. Еще спасательный жилет надел, чтобы, видимо, не у нас всех нас затопят. Он как-то спасется. Я уже шутил об этом перед эфиром. Но спасибо, что посмеялись. Кстати, отличная публика намного лучше, чем уставшие люди из предыдущих, которые доставляли на лугине сидеть. Что, прости? Так, да, ты умеешь стрелять. Теперь надо стрелять в цель. И, наконец-то, за укрытием... Да, так вот, рассказываю я про эту игру. Я снял вторую часть летсплея. Скоро на моем замечательном канале Мэдди Блок, который ничем не отличается от канала Микроприкол. Я даже скоро, наверное, думаю, что мы с Андреем сольем эти каналы вместе. Назовем его суперговно. Нет? Как тебе? Бизнес-план. Бизнес-план. Прикинь, у меня на лайв-канале 230 тысяч подписчиков. У тебя сколько на твоем? Там 210, что ли? Вот, прикинь, это же получается... 440. Я думаю, они у нас одни и те же, Мэтт. Это просто потрясающе. Мне кажется, получается... Я думаю, они там одни и те же. Да. Хотя, если смотреть, например, «Давай лаймы», когда куча народа с кучей подписчиков собрали 10 тысяч за две недели, видимо, математика как-то по-другому работает. Ну так вот, вторую часть я хотел сделать этого летсплея, начать как раз с того момента, где я остановился. Там мне изначально сюжетная завязка показалась идиотской, потому что, ну, девочка, которая ищет приключений, как и все бабы ищут приключения на свою задницу, такая утонченная вся. Но оказалось, что там пошла следующая заставка, где Лара Крофт говорит, что им обязательно надо заплыть в какую-то то ли бухту, то ли какой-то бермудский треугольник под названием что-то типа огненное влагалище станы. Это звучит абсолютно как место, куда надо заплыть, да. Да, и все такие говорят, нет, мы туда не должны плыть, а она такая, ну мы же все археологи, любим копаться в говне, сталки, МШ, все дела, давайте, надо обязательно плыть туда. Надо обязательно. Да нет, я не показывал, что надо хлопать, я просто показал, что и все это обезьянничает. Я думаю, что Виктория походит, потому что она с третьего раза прошла, этих двух бомжей убила. Теперь КУТЕ. Смотри, топ, топ, топ. Да, так вот, соответственно, заставка продолжалась, и там на этом корабле только одна телка, и то ли из бийского вида, и пять мужиков, и четыре мужика продали за сиски Лары Крофт, и говорят, да, нам надо в влагалище станы, там все круто, и тут же корабль развалился, и она оказалась в такой ситуации. После этого я продолжил играть, и еще один забавный момент. Остров, на котором куча зайцев каких-то бегает, какие-то волчьи ягоды повсюду растут, которыми можно питаться. То есть Биргриллс бы там выжил вообще без проблем. Я не знаю, он бы взял слоновий помет, выжил бы себе в рот, и обмазался им, поставил себе клизму из мочи, и вперед, из песни. А она почему-то, несмотря на то, что бегает зайца, зайцев же никому не жалко, она решила убить здоровенного оленя, такого, знаете, с большими глазами грустными. Она натягивает лук и говорит, прости, я не хотел... С динамитом, что ли? Да. А потом она такая, человек подходит к Перму, мне придется его убить. И вот теперь, смотри, она просто... Не знаю, она геннадзе это устраивает какой-то. Но в следующей составке она опять начнет рыдать, что... Нога болит. Или что-то в этом роде. Тут смех был и стань. Стань, я посмотрел записи нашей передачи, что самое обидное, что практически не слышно смеха в аудитории. А он есть, да, каждый раз. Люди постоянно угораются. Особенно после моих шуток. Люди угорают, смеются. Вот как сейчас. Все смеются, вы просто не слышите. Мы специально пускаем веселящий газ. Это очень большой... Кстати, большая часть бюджета нашей передачи уходит именно на это. Но еще плюс на зарплату Руслана Усачева. Я как... Ты просто газом берешь. Газа во мне много, но фишка не в этом. Я, на самом деле, сижу здесь абсолютно бесплатно. Я согласился вести эту передачу бесплатно, просто для того, чтобы лишний раз побыть с вами, мои дорогие фанаты. Я вас очень люблю. Кто-нибудь верит, что я говорю? Нет, нет, Оскар. Ты получаешь этот католический Оскар себе за лучшее вранье. Ты реально вживаешься в роль священника, ты начинаешь врать людям, а они тебе верят. Он измыл и сделан все-таки. Я так и знал. Зря, я его тоже целовал. Хотя неизвестно, кто... Я подумал, просто неизвестно, кто до нас его целовал, поэтому мне тоже стоит потом продезинфицироваться. Давай покомментируем, как наша Виктория немного даже побеждает в этой группе. Это Лара. Это Виктория, это Лара. Хорошо. Я теперь со всеми знаком. Это всегда нелегко. Слушай, у нас редактор обдолгивает сегодня. Я понял. Ребят, тихо, тихо. Нет, он действительно считает... Наши редакторы говорят, что не Лара, а Лариса. Это смешно. Лариса Долина, да, пошел? Раньше у нас с редактором сидел кавказец из комедий-клаба. У него были просто уматные шутки. Я даже вообще не напрягался, просто пересказывал то, что он мне говорит в ухо. А теперь сидит чувак, которому кажется, что назвать Лару Крофт Ларисы это лучшее, что можно вообще придумать, видимо, в своей жизни. Ну, давай еще тогда придумаем. Как Хитмана можно назвать? Гоша, наверное, Куценко. Он же тоже лысый. Или кого еще из персонажей компьютерных игр ты знаешь по именам? Нет, я думаю, что можно углубиться в Лару Крофт. Допустим, это Лариса Кравченко. Тоже уморительно. Можно придумать ей отчество. Супер Марио. Супер Марио можно Мишаней называть. Супер Мартын. Мартын. Нет, вообще, кого зовут Мартын? Кроме собак и алкоголиков. Я не знаю ни одного человека, которого зовут Мартын. Или, например, Борис. Таких имен нет. Есть хоть один Борис в стуле? Нет. Доказательство. Ты просто ожидал. Даже Ванчи есть. Ванчи – это вообще не человеческое имя. А Ванчи есть. Кстати, вот тут бы дырка тоже не помешала на этом гиблейском одеянии. А скайп у нас есть? Давайте, давайте скайпы тогда, пока женщина играет. Нам звонит Владислав. Ой, звонит Владислав, играет Виктория. Извини, Виктория, я не хотел тебя назвать мужским именем. Ты очень женственная. Особенно этим боком. Выводите Владислава. У меня шумит. Как будто я в море где-то плыву. Слышали меня? Да. Господи, это как удар молнии. Привет, Владислав. Владислав, где вы-то необычуете? Мы не можем тебя видеть, к сожалению. Опиши себя, что на тебе надето. Владислав, мы тебя не видим. Опиши себя. Опиши, как ты мужчина. А, что? Я тебя... Я так и представлял. Ты как бог спустился с небес. Ты светишься и смотришь на нас. Все, он есть. Все, он есть кабакан. Ты можешь повернуться обратно. Давай, давай вопрос. Про Нью-Вегас. Мне нравится. Нью-Вегас, друзья. А, нет. Да ты это, давай. Это уже колобок. Нет, вообще не про Нью-Вегас. Смотри. У меня вопрос первый насчет видеоблогов. То есть мы с ребятами ничего снимаем. Ну, ребят, молодцы, да? Не зря ведь пришел. Вот, стоит ли начинающим видеоблогерам пытаться... Да, писать Андрею Нефедову. Я понял вопрос, успокойся. Я понял. Я читаю мысли, потому что я наместник бога на земле. Я знаю, что ты спросишь, стоит ли начинающим видеоблогерам вообще пытаться выбиться на ютубе. Ты помогаешь начинающим видеоблогерам. Нет, неправильно. Давай, давай. Я все знаю. Иди отсюда. Впервые человек спрашивает тебя не менее об игре, да? Ну, хорошо, давай до конца. Вот, смотри, стоит ли пытаться пробиться через более развитых... Ну, в смысле не развитых, а раскрученных блогеров, типа тебя, Хованского, ну, допустим, как. Как ты себя... Черникову немного помог Хованский. Смотри, никто из нас тебе помогать не будет, ты козел. Наверное, я не знаю, ну кто, ты нам не друг, мы тебе помогать не будем только за деньги. Ты можешь покупать у нас рекламу, лайки. И, возможно, это тебе поможет. У меня есть несколько примеров, когда человек покупал лайки и стал популярен. Нет, нет, ну это как бы покупай. Ну, не знаю, что это за дурацкий вопрос. Меня друг спросил, подошел бы какой-нибудь чувак, например, Ник Черников, и сказал, Илья, ты поможешь мне с раскруткой ролика? Я бы ему сказал, Ник, конечно, беспокойно. Конечно, нет. А, конечно, нет. А тебе где-то помогать чего? И, например, Хованскому, вряд ли мы тебе будем помогать. И даже если... Кажется, он даже не стал дослушиваться. Все, придется в Макдональдс идти работать, отстой, кал. Да нет, на самом деле я просто с трудом представляю, зачем мне стоит. Вполне, Андрей, может, следующего видео в Школу Боунира... Я могу пропиарить? Да, пропиарить. Это бесплатно. Бесплатная помощь. Да какая разница, чувак мне предложил, я подумал, блин, а это ведь пластилиновые бои, а не пластилинки дерутся. Это же, не знаю, чувак старался. Я даже Константина Крестова с диалогами о рыбалке... Вот это будущая YouTube, да. Почему нет? Мне просто никто ничего не присылает такого забавного. Но я не скажу, что пластилиновые бои прям супер, вообще крутое. Но вот недавно появился чувак, может, видели ролик, где Хованский пашет на тракторе. Да, это было страшно. Вообще угарная вещь, согласитесь. Потом он сделал про Снэйл Кика ролик, это большая ошибка, потому что Снэйл Кика никто не знает. Никто не будет смотреть, да ты все знаешь, это неважно. Может быть, этот чувак, это Снэйл Кика есть? Блин, тогда обидно. Я обещал ему пиар. Вот уж кого не хочу пиарить, ты как Снэйл Кика. Нет, на самом деле, вот если настолько талантливый, то, естественно, поможем. И чувак уже рисует пластилиновые бои на мой канал. Два, то есть это будет еще? Он уже и на мой канал рисует. Да? Он вам с тобой говорилось? Но это значит, что человек любит работать. Самая большая проблема с аниматорами... То есть с людьми... Кстати, единственная возможность куда-то пролезть, как раз это работать. И уметь что-то делать, причем лучше, чем Тумбсдаун в разы. То есть надо уметь действительно что-то делать и лучше что-нибудь такое прикладное для начала. То есть если ты умеешь рисовать, ты уже можешь быть интересен. Проблема с аниматорами есть огромная. Вот я сейчас говорю людям, у нас огромное количество самородков в России. То есть человек в 15 лет может рисовать такие мультики, которые, ну, я не знаю, некоторые компании заказывают за 400-500 тысяч рублей. У нас был такой человек, который для «Спасибо Еву» делал вот всю эту скандальную правду и так далее. Его в армию забрели. Причем мы до последнего пытались купить ему военник, но не хватило денег. Но смысл в том, что есть вот такие вот талантливые люди, которые умеют что-то делать, да, там, рисовать. И вот им легче всего будет пробиться, там, помочь. Кому-то ты должен просто действительно уметь, и ты должен делать это быстро. Потому что основная проблема с аниматорами, то, что... Это армия, видимо, да? Нет. И все забирают в армию, 15-летний. Не армия, а то, что он тебе говорит, ну, я рисую быстро, допустим, тебе мультик нарисую минутный за месяц. Я говорю, ну, нихера себе месяц. Ладно, чувак, рисуй. Проходит месяц, я ему пишу, ну, где мультик? Он говорит, ну, извини, у меня мама там спать прогнала. Давай еще неделю подождем. И так постоянно. Спустя еще месяц выходят пластилиновые бои. Это как бы пообещал уже выложить. Нет, пластилиновые бои чувак слепил за 5 дней. И молодец. Я поэтому и выложил. Потому что он старался, быстро все сделал. У нас есть еще один скайп. Как зовут? Влад. Я все жду, когда... То есть раньше был Владислав, теперь Влад. Телочка какая-нибудь такая маленькая позвонит. Она такая, Андрей, у меня вопрос к тебе. Ну, давайте, Влад. Скорее всего, они просто у выхода ждут все. Я надеюсь, вот это вот не ко мне. Влад. Единственный источник света, это монитор, видимо. Если вдруг после всей этой подосовки с платной подпиской и всем придется переехать на новый видеохостинг, то летсплейщики опять засрут этот видеохостинг. Понимаешь, на Routube сложнее заливать, он очень тормозит. Ты не сможешь залить, например, 15 частей в день. Зальешь одну, и то в качестве, в таком числе никто не будет смотреть. Но, да, засрут, скорее всего. Грубо говоря, все засрут. Куда не приходишь, везде лоится выщет. Думал вопрос о том, что если ведут платные подписки, и мы переедем куда-то, то... Так я не буду... В твоем случае мы переедем... Ты переедешь в какую-нибудь виллу по Москве, да. Я не собираюсь никуда переезжать. Если ведут платные подписки, переезжать придется явно не мне, потому что я за платные подписки. Естественно, люди увидят, что если я, например, за деньги буду делать говнище, то тогда уже грош мне цена. А ты будешь делать за деньги говнище? Нет, если будет платная подписка, я буду прям, как Black Silly Ruffa делает, расписание там, типа, такое... Ты специально держишь перевернутый крест? Нет, просто он удобен, как указка. Такое летсплей, такое летсплей, такое летсплей. Я, наоборот, буду делать вот обзор, 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 и в каждом будет, как минимум, какая-нибудь приглашенная звезда, типа Памела Андерсон. Ведь завершу свои клипы «Пилигрим» Памелу Андерсон. И я буду отрабатывать те деньги, которые дали мне подписчики. На самом деле, кому я обрублю? Я надеюсь, грубо говоря, я даже надеюсь, что не ведут платные подписки. Денег и так, в принципе, хватает, правда? Да. 500 рублей за эфир, все нормально. А куда-то убегать на Ротюб, еще хуй. Куда-то убегать. Нет, наверное, мы не уйдем с Ютьюба, потому что это просто очень удобный хостинг. Ну, если что-нибудь более удобное не появится. Погодите, я испугался. Это просто отсвечивает, у нас тут отсвечивает телевизор. Мне показалось, что у него сзади женщина какая-то такая из темноты. Это просто отсветка. Ладно, чувак, давай, удачи тебе в темноте. Стой, стой, у меня есть еще один вопрос к Нефедору. Нефедор, ты вроде написал свою книгу и говорил, что запишешь аудио. Ты будешь записывать или я уже забил? Ну, буду когда-нибудь. Погоди, расскажи про свою книгу. Ты тоже сидел в тюрьме, как тесак. Это слишком интимно. Я не могу, он готовится. Почему все пишут книги? Я, например... Потому что могут. Ну, что значит могут? И что, я тоже могу? Да нет, я не могу. Я думал об этом, но у меня как и у Хованского. Я напишу страницу и думаю, ну, е-мое, это же еще надо 200 написать. Бред, дебилизм. И забиваю на это. Хованский тоже никогда не напишет. Хованский же сжег, как Гоголь. Свою рубицу. Он написал книгу и удалил. Нет, он выделил, пожал в бэкспейсы. Аааа, нет, мои великие произведения. Особенно это там, где наш рался и болевал. Нет, только не он. Я так его любил. Кстати, самое интересное, что все это время пока... Можете выключать Человека Тьмы. Он вообще никак не реагирует, кстати, на что бы мы ни говорили. То есть, никаких эмоций. О, опять грудь. Блорисы. Да, я как раз об этом и хотел сказать, что все это время, которое мы разговаривали с Владом, с Человеком из темноты, еще с каким-то чуваком, вообще ничего не происходило. Как-то геймплея мало. Постоянно какие-то вставки с грудью Лары Крофт. Мне кажется, я понял... А что еще нужно в современном мире для видеоигры? Вставки с грудью и все? Огненная влага еще дьявол. А зачем же тогда играют, например, в Uncharted? Там же герой мужик, или он тоже с голой жопой бегает? Как стриптизер, знаешь, в таких дырках на штанах сзади вместо папы. Ты же знаешь, что все игры с женскими персонажами продаются хуже, независимо от качества. То есть, как ты думаешь, из-за чего это? Геев, что ли, много? Среди геймеров. То есть, по идее же, тетка и клево. Всем нравятся тетки. Но почему-то нет. Виктория, мы тебя благодарим за то, что ты играл. Она может продолжать играть? Нет, она не может продолжать. Не редактор сказал, что она... Сейчас пульт взорвется у нее в руках. Выкидывай, выкидывай, сейчас взорвется. Там комба. Он казен выкидывает. Я же пасуну. Пасуну. Выслужил аплодисменты. Нет, Андрей, на самом деле, я его сегодня немного попытался потроллить. Я, конечно, мог и жестче. Но на самом деле, я люблю Андрея. Все мы любим Андрея, на самом деле. Все мы любим Андрея. Не врите. Да нет, чувак. Ты же сам всегда пишешь, когда мы тебя опустим. Ты всегда пишешь, что это пиар, о котором мы заранее договорились. Хотя это не так. И мы все это знаем. Но это всегда прокатывает. Во всяком случае, Андрей, хотя бы, он делает то, что он делает, от души. Я знаю это. И помимо всякого шлака, есть и очень качественные видосы. И уж не мне судить-то, если буду. Вот у тебя великолепные видео все. И прическа, как у нас. Я, знаешь, как старался вообще под священника. Мне очень нравится. Очевидно, он качественно ставит Windows. Тут не поспоришь. И вот с моей хорошей. То есть то, что он делает, он делает хорошо. Руслан, ты, Юра, заразил несмешанное шучение. Главное, нравится все. Итак, кто мне поможет встать в этот раз? Чуть не убил. Давай, чувак. Спорт – это круто. Друзья, дорогие, спасибо, что были в этот день с нами, в этот вечер. Нам было приятно позвать сюда Ника Черникова. Ника Черникова, Андрея Нефедова, Андрея, спасибо, что прилетел. Я знал, что... Это парня, Виктория. Дай мне место. Дай я скажу. Хорошо. Все, я сказал, продолжай. Спасибо, Андрей, что пришел. Ты так и не смог высказаться. Иди сюда, иди ко мне. Я не знаю, ты все время... Микрофон ему нужен. Парню нужен микрофон. Ему нужно сбрить усы. Вот что ему нужно сказать. Мартин, отваля, что ты хотел все это время. Прости меня, святой отец, ибо я грешен. Что мне делать? Я занимаюсь летсплеями. Ты летсплеер. Вот. Да. Вот. Будете делать летсплеер, а ты не летсплеер. И ты не летсплеер. Вот, чуваки, делайте выводы. И давай, вали отсюда. С вами был Илья Мэдисон, с вами был Руслан Усачев. Смотрите нас через неделю. На прощание вам Ник Черников исполнит еще один свой хит. Окей. Потому что все просят, все просят, да? Все просят. Спасибо большое. В общем, эта песня посвящена русскому ботхерту, бессмысленному и беспрощадному. Ты сидишь вконтакте, и ты всех троллишь. Ты лучший в своем классе. На фейковой странице, под маской Гайя Фокса, скрыл лицо. Бомбануло. 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 Тебя затроллить оказалось так легко Горит очко